Пушкин В 1975 году штат-музея Петровская в Пушкиногории состоял всего из двух человек – хранителя и дворника. Усадебный дом Ганнибалов только начинали восстанавливать, так что 25-летняя супруга Бориса Казмина Любочка получила вакантную должность дворника. Рука об руку и рядом с легендарным патриархом Пушкиногории Семеном Степановичем Гейченко они поднимали усадьбу. Подрастали их сыновья Саша и Лева в окружении резных деревянных и живописных работ отца и, конечно, рядом с Пушкиным. Кстати, еще с юности Борису Михайловичу говорили, что внешне он очень напоминает великого поэта. Нет, я не старался. Ну, естественно, когда кем-то или чем-то увлекаешься, вот, как бы впитываешь от образца. Поэтому, ну, бакенбарды некоторые мне говорили, ну, это претензия у тебя. Я не мог с ними расстаться. Вот он кудлатый был, естественно. Так же подвижен в плане темперамента. Ну, не знаю, но мыслил образами Пушкина. И это не было, действительно, рисовкой какой-то. Ну, вот это моя суть. Если хотите, реаркарнация. Спустя годы Любовь Владимировна стала заместителем директора музея-заповедника Пушкина Михайловская, кандидатом филологических наук и автором монографий. А некогда учитель рисования из сибирской глубинки стал известным художником, искусствоведом, автором книг о предках Пушкина Ганнибалов и все эти годы остается заботливым хранителем Петровского. Эта странная фамилия Ганнибал попалась ему в юности из заметки в газете «Красноярский рабочий» в Сибири. Там говорилось, что в таком-то году, в таком-то веке, через те края, где родился Борис Казьмин, проезжал прадед Пушкина, знаменитый араб Петра Великого Ганнибал. Но кто бы мог подумать, что дальнейшая судьба Бориса Михайловича будет связана именно с черным предком Пушкина, что его дом он будет восстанавливать, что напишет о нем книги и посвятит ему живописные полотна. Но Пушкин вспоминал в своих автобиографических записках, что первая встреча, которая была у Пушкина в 1817 году, когда он впервые сюда приехал в имени своей матери Михайловская, он по настоянию бабушки своей пришел сюда познакомиться с Петром Абрамовичем. И вот как эта встреча состоялась. Попросил водки, подали водку, налив себе рюмку, велел и мне поднести. Я не поморщился и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого араба. Через четверть часа он попросил, через четверть часа он снова потребовал водки. И так повторялось раз в пять или шесть до обеда. И, конечно же, для Пушкина было важно, что Петр Абрамович ему показал тогда массу фамильных документов. И к тому же привел его сюда, к этому дому, дом, который над прудом был возведен Абрамом Петровичем Ганнибалом. Это начало-начал, потому что именно Абраму Петровичу Ганнибалу в 1742 году, 12 января, ровно 265 лет тому назад, Елизавета Петровна подарила эти земли на Псковщине, Михайловскую губу, куда входила 41 деревня, в том числе Михайловская и Петровская. По словам крестьян, помнивших пребывание поэта в Михайловском, Пушкин никакого внимания не обращал на свое сельское и домашнее хозяйство. Ему было все равно, где находились его крепостные и дворовые крестьяне, у него на барщине или у себя в деревне. Зато он любил беседовать с крестьянами, бывал на ярмарках, наблюдал быт народа, записывал народные песни и стихи. Как известно, вечерами слушал сказки няни Арины Родионовны, оригинала няни Татьяны. Так два года незаметных изгнанником поэт провел в Михайловском. К 200-летнему юбилею Пушкина в музее Петровской восстановили старый усадебный дом над прудом, построенный прадедом поэта Ганнибалом. Дом совсем невелик и напоминает кубообразный дворец Петра Первого в Петербурге. Когда Семен Степанович возрождал эту усадьбу в начале 70-х годов, он, конечно же, очень мечтал, чтобы дом над прудом, который был вырод по приказу прадеда Пушкина, был восстановлен. Мне бы хотелось бы сейчас вам там показать икону, которая принадлежала прадеду Пушкина, спас или Христос нерукотворный, с автографом прадеда Пушкина, и которую поэт многие годы искал. Вы знаете, самое интересное вообще для музейщика – это поиск вещей. И вот я хочу вам показать вот это бюро, инкрустированное, это кустарная работа. Это конец 17-го, начало 18-го века. Вы знаете, когда я обдумывала экспозицию, какая она здесь будет, мне вот это бюро, нужно сказать, приснилось. И вдруг счастье. Мы с Татьяной Гейченко бежим по старому Арбату и видим антикварный магазин под названием «Русская усадьба». Давай забежим, говорим мы друг другу на одну секунду. Заходим, спускаемся, и вдруг я вижу то, что мне когда-то приснилось, что мне приснился вот это бюро. Именно такое бюро. Вы не представляете мой восторг. И вот именно это бюро, оно вот сюда и должно было встать, потому что это своеобразный такой кабинет, что ли, Абрама Петровича Ганнибала. Но здесь мы в экспозицию положили вот эти две книги, которые являются муляжом, нужно сказать, конечно же, муляжом учебника, рукописного учебника по геометрии фортификации, составленным прадедом Пушкиным, который хранится в библиотеке Академии наук. А сейчас я хочу показать вам икону, о которой я говорила уже. Икона «Спас или Христос нерукотворный», работа итальянских мастеров. И на оборотной стороне этой иконы написано рукой у прадеда Пушкина «Абрам Петрович Ганнибал, образ из Италии». Дело все в том, что прадед Пушкина учился во Франции, вот туда Петр Великий отправил учиться. Ну и здесь поставлена дата – 1722. У Абрама Петровича Ганнибала, у прадеда Пушкина, было четверо сыновей. И старший сын Иван Абрамович Ганнибал продолжил деяния своего отца. И не случайно поэтому Пушкин, отвечая Фадею Булгарину, который опубликовал пасквиль на поэта в своем журнале «Северная пчела», ответил Фадею Булгарину. Решил Фиглярин, сидя дома, что черный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу попал. Сей шкипер был тот шкипер славный, кем наша двигнулась земля, то придал мощный бег державный рулю родного корабля. Сей шкипер деду был доступен, исходно купленный араб, возрос усерден, неподкупен, царю наперстник, а не раб. И был отец он Ганнибала, пред кем свече с минских пучин громада кораблей вспывала, и впал впервые на варен. Вот так вот Пушкин отвечал Булгарину. Поэтому здесь в детской и представлен вот этот 52-пушечный линейный корабль, макет корабля, как напоминание младшим сыновьям, что они должны тянуться за своим старшим братом Иваном. Этот дом, который был возведен по чертежам прадеда Пушкина, обживала уже его супруга Христина Матвеевна, прабабка поэта. Вот эта люлька как раз для Осипа Абрамовича. И здесь очень интересный, замечательный рожок для кормления, для младенцев представлен. Это очень редкая вещь. И первоначально дети получили образование, конечно же, домашнее до тех пор, покуда они не поступали в училище. Поэтому здесь вы видите на этом сундуке конец 16-17 века, очень редкий вообще сундук, представлены учебники. Вот в течение всего 18 века здесь представлен учебник по математике Магнитского, который постоянно переиздавался. По этому учебнику учился и прадед Пушкина. По учебнику грамматика тоже учился и прадед Пушкина, как его и дети. Он сам составлял учебник, я уже вам говорила, что он составил учебник по геометрии фортификации. Но вот здесь представлен и замечательный учебник, то есть правила поведения для всех дворянских детей, как себя вести на дворе, в доме, со старшими, с родителями, в церкви, в свете и так далее. Юности честное зерцало. Дело все в том, что Абрам Петрович Ганнибал был во всем подражателем своему пращаду, то есть своему воспитателю Петру Великому. И прабабка поэта, она же лифлянка, она из Прибалтики, она тоже привнесла сюда, в эту глушь, казалось бы, России, вот именно западноевропейскую культуру. Они построили дом именно в таком стиле. И кухня-поварня, которая вошла в моду в Петровское время через голландскую культуру, через французскую культуру, она вот здесь, в этом маленьком доме, и отображает тот далекий-далекий-далекий век. Поэтому кухня-поварня, с чего она состояла? Она делилась как бы на две половины, без границы. Здесь, с одной стороны, были печи, и кусочек русской печи, и голландская печь, шатровая печь. А вторая половина, она была чистая, она была чистая, которая была как бы столовой. Шатровая печь, как правило, мы можем видеть с вами во дворцах, например, в Питере, в Меньшиковском дворце, или же в Монплезире в Петергофе. А в таком доме это единственное у нас в России. И вот шатровая печь, где разные плиты, где готовилась разнообразная еда, именно европейская еда. И более того, что этот вытяжной колпак, он уходил в эти дымоходы на второй этаж, и таким образом второй этаж обогревался. Арабчик, впоследствии сыгравший столь значительную роль в российской истории, был привезен Петру Первому из Стамбула в качестве живого подарка. Когда привезли нескольких арабов, Петр в силу редкостной своей проницательности каждому в глаза пристально посмотрел, этот женскую половину, этот, а этот хорош, в глаза взял смышленый толк, обещает. Вот так он его оставил при себе. В разгаре уже была северная война со Швецией. В зимнее время, если, то араба он обычно в вазок сажал в ноги себе, укутывал духами, и арабчик как грел, как грел государевой ноги. Вот так вот, чисто по-человечески он к нему привязался. Ну и у него возникла, как полагает Пушкин, оригинальная мысль. Из представителя другой человеческой породы воспитать такой образец, который со временем стал бы живым, кором ленивым и не родил ни с числа боярско-дворянских отпрысков, что и нашло отражение в Пушкинском незавершенном романе «Царский араб» Ляра Петра Великого. Как человек, отмеченный именным царским указом, имел большой, так сказать, пиетет, в общем, положил глаз на молоденькую дочку Диопера. Она была помолвлена с русским лейтенантом. Но, коль Ганнибал так высоко стал подниматься, то Диопер смекнул, что не худо бы родственные связи завязать с этим в будущем преуспевающим человеком. Ну и, в общем, дал отставку Кайсарову, и силком выдал дочку Евдокию за Ганнибала. Отчего вы все молчите? Вы не понимаете по-нашему? Отчего же русский язык мне родной? Просто я отроду молчалив, а теперь и вовсе, арабел. Ну, потом Ганнибал получил назначение в Пернов на гидротехническую службу и на преподавательскую. И вот там начался весь сыр-бор с умением. В общем, ну, наверное, все-таки, судя по тому, как вела себя Евдокия в дальнейшем, она была, видимо, греческая гетера, неразборчивая вот в этих отношениях. То есть ей чужда была супружская верность. Короче говоря, она настаивала супругу Рога, родив белую дочь ему. Ну, настроенное без пиететок к русским посланцам эстонское население потешалось над такими генеалогическими метаморфозами, строя арабовые известные фигуры. Он, в общем-то, стал вести дознание, и вот во время дознания она запальчиво ему заявила, что не токма изменила, но пыталась отравить, как араба, понижение нашей породы. Фраза, которая задокументирована и которая отражает вот все душевно-нравственное состояние араба в этот период. Он с ней развелся. Имея влияние на Пивновский суд, отнял у блудницы дочку, воспитывал, как пишет Пушкин, но старался на глаза не допускать. Ну, прошли годы, обстоятельства изменились, он уже стал хозяином Вочины, как дарение Елизаветы Петровны. И вот в 1746 году он приезжает сюда, записывает своих домочадцев в исповедные книги Воронежского прихода, и там значится, среди прочего, 15-летняя пачелица Евдокия, а далее уже дети пошли черненькие от Христины Матвеевны. Когда Борис Михайлович уже вступил в должность хранителя, первое, что он начал делать, он начал расчищать сохранившиеся фундаменты, то есть составлять топографию этого места. Вдруг ему этот грунт выдал вот эту чайницу. Когда произошло у Бориса Михайловича знакомство с Арсением Васильевичем, это знакомство перешло в родственную, братскую дружбу, то Борис Михайлович, он загадал тогда, он мне говорил, что он загадал на этой чайнице, что эта чайница должна будет потом... Ну, они думали, что это маленький штоф, что это потом должно сюда возвратиться. И вот когда уже окончательно было принято решение, что дом Абрама Петровича Ганнибала будет строиться, вот тогда-то этот штоф, то бишь чайница, она, так сказать, возвратилась на это место, и это является связующим вот таким звеном. Это как бы такой, знаете, оберег и талисман для Бориса Михайловича, что он отдает его в руки своему брату, с которым он породнился, и что это непременно возвратится. Поэтому в память о Семене Степановиче, при условии, при условии, что дом Абрама Петровича будет восстановлен. Дуэли смерть Пушкина вызвала широкое общественное решение. 10 февраля нового стиля 1837 года в 2 часа 45 минут дня Пушкин скончался. Современники вспоминали, что в течение трех дней, в которых тело его оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснились вокруг гроба. Смерть Пушкина была сродни общественному бедствию. Царь опасался демонстраций, поэтому были приняты полицейские меры. И ночью, 3 февраля, гроб с прахом поэта погрузили на простые дроги и тайно отвезли в Михайловское. Похоронили Пушкина у стен Светогорского монастыря. Еще при первой встрече с Борисом Казьминым Семен Степанович Гейченко спросил. Говорит, а ты хоть Пушкина-то знаешь? Стихи Пушкина. Вот так ерничал поначалу. Я говорю, да, Семен Степанович, я уже выучил Евгения Онегина от корки до корки и медного всадника, и сказку о рыбаке и рыбке, и о золотом петушке. Ну, вот так. Ну, а потом, ну, зауважал, одним словом. Вчера Арсений говорит, ты давай только без пафоса. Ну, какой есть я, такой есть. Так что судите такого, какой я вот есть. Живописи и графику Бориса Казьмина невозможно отделить от его деятельности на посту хранителя музея-усадьбы Петровская. По случаю 70-летия художника в Апсков на открытии его персональной выставки приехали многочисленные друзья, коллеги и поклонники. В их торжественных речах звучало имя не только Бориса Михайловича, но и Пушкина, Ганнибала, конечно, Семена Степановича Гейченко. Ведь в портретах, пейзажах, живописи и графике хранителя музея-усадьбы Петров запечатлен весь мир Пушкиногория, мир великой поэзии и истовых подвижников.